Приветствую на своем канале. Сегодня у нас на обзоре интересная новинка бюджетничек от компании Zopa. Моделька называется Hero 2. В основном данная компания производит смартфоны средней и высокой ценовой категории и на рынок бюджетников она вышла буквально недавно, предоставив небольшой модельный ряд, среди которых Hero 2 выделяется своей невысокой ценой, это около 70 долларов и довольно интересным дизайном. Давайте посмотрим на коробочку и комплектацию. Перейдем к самому смартфону. Коробочка в принципе довольно простенькая, бюджетная. На обратной стороне мы можем увидеть основные технические характеристики. Вы можете оценить. Сразу в глаза бросается такой существенный, на мой взгляд, недостаток. Это небольшой объем оперативной памяти, всего 1 гигабайт. Но, как показала практика, для простых задач, для нетребовательного пользователя данный смартфон вполне подойдет. Особого недостатка оперативной памяти я не испытывал. В комплекте, кроме самого смартфончика, довольно интересные плюшки есть. Инструкции, это само собой понятно, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации. На первой страничке мы можем видеть лицо компании. Это Хорхе Лоранзо, известный гонщик. Он является на данный момент лицом компании. Но более интересно то, что положили в комплект, причем это заводская комплектация, защитное стекло. Раньше ложили пленочки, теперь это стали защитные стекла. Довольно приятный бонус. И это, конечно же, плюс. Ну, далее все стандартно. Зарядное устройство, сразу под наши розеточки. Видим его характеристики. Может оно выдавать 5 Вольт и 1 Ампер. Конечно же, я проверил с помощью тестера. Зарядное устройство выдает как раз около 1 Ампера. То есть, работает оно должным образом. Ну и, конечно же, USB кабель. Теперь перейдем, конечно же, к самому смартфону. Более всего здесь интересен его дизайн. Как видите, задняя крышка у нас не гладкая, а с такой вот небольшой насечкой, причем сделанная в разных направлениях, за счет чего свет интересно отражается. И вот получается такой вот эффект ромбиков. Это, конечно же, не новая идея, но выглядит довольно неплохо и очень практично. Во-первых, смартфон не скользит из рук. Во-вторых, выглядит он всегда чистенько, как новенький, скажем так. Диагональ экрана составляет 5,5 дюймов. Видим в нижней части сенсорные кнопки. Они здесь сделаны без подсветки. В верхней части видим датчики, камеру фронтальную для видеосвязи. Ну, конечно же, есть разговорный динамик. Интересной особенностью является также то, что здесь есть фронтальная подсветка. То есть, подсветка камеры. Это удобно, если вы в ночное время пользуетесь видеоразговорами. И также можно использовать для скайпа. Самое главное в данном смартфоне, на мой взгляд, то, что поработали неплохо над дизайном. Смартфоны от ZOPO всегда, в принципе, славились красивыми телефонами. Но здесь за 70 долларов нам предлагают довольно тонкий смартфончик. Причем рама у него сделана металлическая. Это не имитация. Здесь действительно рама используется из металла. Как видите, он довольно тоненький и приятный на вид. В нижней части у нас расположили динамик и микрофон. А разъемы microUSB и поднаушники расположили в верхней части. Качель громкости и кнопка блокировки расположены с правой стороны. Левая грань у нас полностью чистая. К сожалению, здесь нет индикатора светодиода. То есть, нет индикатора пропущенных событий. Это можно отнести в минус, так как также отсутствует подсветка кнопок. На задней части мы можем увидеть дактилоскопический сенсор. То есть, смартфончик можно блокировать, разблокировать с помощью отпечатка пальцев. Кроме этого, данный сканер используется и другими приложениями. Например, вы можете перелистывать в галерее фотографии и выполнять другие действия при помощи данного сканера. Чуть выше видим объектив главной камеры. Здесь камера на 8 Мп. Внизу также есть небольшая светодиодная подсветка. Корпус модели сделан разборной. Давайте мы его сейчас и раскроем. Посмотрим. Корпус, задняя крышечка на защёлочках. И здесь мы видим батарейку. Сейчас я её отсоединим. Вот такая вот батарейка. Информация на ней присутствует. Ёмкость указана 2300 мАч. Это немного, но на день активного пользования вполне хватает. Я проверил данную батарейку с помощью IMAX. И снятая ёмкость показала 2182 мАч. Ну, с учётом погрешности и того, что я немного недозарядил смартфон. То ёмкость 2300 примерно соответствует. Что нравится мне в данном экземпляре, это то, что здесь сделали два полноценных слота. Вы видите, первый слот под микросим-карту и второй под нано-карту. И при этом есть полноценный слот расширения памяти картами microSD. Ну, сейчас такова тенденция, что всё чаще и чаще делают лотки комбинированными. И при этом ставится перед пользователем выбор, что использовать. Либо одновременно две сим-карты, либо сим-карту и карту памяти. Здесь этой проблемы абсолютно нет. Вы можете установить одновременно и две сим-карты, и карту памяти. Это большой плюс. Также при необходимости вы сможете заменить батарейку. Когда она, скажем так, выйдет из строя, приобрести новую и пользоваться дальше. В смартфонах, в которых аккумулятор не съёмный, сделать это, конечно же, гораздо сложнее. Так, захлопнем все защёлочки. И давайте включим аппарат. Пока он загружается, я назову вам технические характеристики. Здесь установлен процессор от компании Mediatek. Четырёхъядерник. Это новый процессор 6737. У него четыре ядра по 1,3 ГГц. Также используется видеоускоритель от компании Mali-T720. Как уже говорил, АЗУ здесь 1 ГБ, но в встроенной памяти здесь 16 ГБ. И присутствует расширение памяти в виде карт microSD. Диагональ экрана составляет 5,5 дюймов. Разрешение 1280 на 720. Матрица IPS. Далее, камера основная на 8 Мп и дополнительная фронтальная на 2 Мп. Батарея 2300 мАч. Из интересного также присутствует сканер, как я уже говорил. И Wi-Fi двух диапазон. Поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Давайте посмотрим на экранчик. Первое, что мне не сильно понравилось, это его сравнительно невысокая яркость. На максимальной яркости при солнечном дне на улице очень плохо на нем все видно. Только нужно в тени смотреть. Но в целом цветопередача довольно хорошая. И выглядит картинка неплохо на экране. Так, далее, по процессору. Его быстродействия хватает для очень плавной и комфортной работы системы. Все странички перелистываются очень быстро. Менюшки открываются также практически мгновенно. Все интерфейсы, вот видите, я запускаю, практически мгновенно открываются. Так, посмотрим информацию о телефоне. Видим модель Hero 2. Установлена здесь операционная система версии Android 6.0. По поводу обновления. Есть здесь беспроводное обновление по воздуху. Видим, что обновлений нет. Вы пользуетесь последней версией. Текущая прошивка от 17 августа. Она пока единственная. Других прошивок еще не выходило. Видим, что лаунчер немного переработан. То есть, иконки перерисованы, менюшки перерисованы. Здесь компания-производитель поработала над внешним видом. Ничего особо, конечно, здесь они не поменяли. Но небольшие визуальные косметические изменения есть. Из предустановленных приложений были только основные. Также были установлены гапсы от Google. Это Google Диск, Google Карты, Google Фото. Был установлен Google Хром. В общем, все приложения от Google. В том числе Gmail. Ну и, конечно же, Play Market. Давайте запустим Antutu Benchmark. Посмотрим на результат, который показал смартфон. Итак, видим. 31 155 баллов мы набрали. И это довольно неплохой результат. Видим, хороший результат у нас показал процессор. И оперативная память. То есть, оперативной памяти здесь хоть и мало всего 1 гигабайт, но работает она очень быстро. Я много чего провел. Ну, в основном все тесты я заскринил. Поэтому давайте я вам просто покажу скриншоты. Пройдемся по ним. Ну, давайте, наверное, вот начнем с Geekbench. Это у нас Geekbench 4, уже после обновления. 747 баллов. Вот, полные результаты. В режиме то был компьютер-тест. А вот обычный тест. Сингл-кор 555 баллов. И мульти-кор 1435. Это Geekbench 4. Есть еще результаты из Geekbench 3. Ну, примерно то же самое. Чуть выше. Сингл-кор 588. Мульти-кор 1628 баллов. Так. Проверил я, конечно же, и батарейку. При помощи Geekbench 3. Полный тест длился 7 часов 25 минут. Набрала батарейка 2968 баллов. Это полный тест. От 100% до 1. До отключения. Проверена была, конечно же, и система навигации. Время первой фиксации. Это холодный старт на улице. Занял всего 12 секунд. Точность 1-2 метра. В среднем видно 9 спутников. Здесь только у нас GPS. Глонаса нет. Байдоу тоже нет. Но, в принципе, 9 спутников и точности 2 метров хватает для того, чтобы пользоваться комфортно навигацией. В дороге не сбоит. Связь не теряет. Сигнал постоянный и довольно сильный. Так. Вернемся к оперативной памяти и заодно встроенной. Вот здесь результаты тестов, которые я провел по памяти. Видим встроенная память, чтение, скорость чтения встроенной памяти 103 мегабайта в секунду. Запись 23 мегабайта в секунду. Довольно неплохая флеш-память. Средние показатели. Вот оперативная память, я считаю, очень хорошая. 3565. Это у нас оперативочка. Скорость высокая. Камера. Что еще? Это камера. Конечно же, камера. Камера здесь, как я уже и говорил, установлена на 8 мегапикселей. Вот я сделал несколько снимков. В режиме без HDR и в режиме с HDR. Сейчас вы увидите небольшую нарезку фоток, которые я вставлю в видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас я хочу сказать немного от себя, так сказать, личных впечатлений о смартфоне. Ну, во-первых, по связи. Мне не понравился изначально звук мультимедийного динамика. Он был слишком тихий. Решается это очень просто. Через инженерное меню я просто добавил громкости. Звук стал гораздо громче, но при этом он такой немного пищащий. Скажем так, дешевый динамичек здесь поставили. То же самое касается и разговорного динамика основного. Громкость его достаточно высокая, но звук не очень качественный. По поводу работы абсолютно никаких претензий нет. Смартфон работает быстро. Абсолютно никаких багов в прошивке в плане работы я не заметил. Производительности его хватает для выполнения любых простых задач. То есть звонки, интернет, прослушивание музыки, фото, видеосъемка и также несложные игры. Я здесь установил парочку игрушек. В принципе, я сейчас вам запущу их и вы посмотрите. Ну, вот такая простенькая игрушечка. Абсолютно работает нормально, без всяких подтормаживаний. Также можно попробовать и, конечно же, более современные игры. наподобие Asphalt 8. На высоких настройках графики и средних игра довольно сильно подтормаживала. А на низких настройках все летает довольно быстро. То есть, в принципе, игра позволяет погонять и в более мощные современные... Ну, смартфон позволяет погонять и в более мощные современные игры. Но для этого нужно выставлять низкие настройки графики. Довольно все плавненько идет. Ну, в общем-то, смартфон по большей части мне понравился. Но есть в нем один значительный недостаток, который может повлиять на решение о покупке или не покупке. Значит, есть у него проблема саморазряда. Она была обнаружена не сразу. То есть, когда я получил смартфон, я сначала тестировал его без сим-карты. Автономность на высоте, хватало мне его надолго. Ну, и, конечно же, я всегда смартфоны тестирую в режиме, так сказать, реального времени. Я вставляю потом сим-карту, хожу с ним какое-то время, как с основным смартфоном, чтобы вычислить все плюсы его, как бы и минусы уже непосредственно в использовании. И тут я заметил очень большой саморазряд. То есть, смартфон лежит сам по себе. Никто ним не пользуется. И при этом батарея тает на глазах. За ночь съедает около 20-25% батареи просто в лежащем смартфоне. Я проверил процессы. Процессы все думал, может, какое-то кривое приложение там установил. Но нет. Показало все нормально. Но я вот определил, что не засыпает процессор. Все время находится он в активном режиме. Постоянно молотят ядра. Я начал разбираться, что да как. Выяснил, что без карты он уходит в сон, а с картой не уходит. Ну, на FUPDA выказали такую идею, что некоторые поменяли сим-карты на USIM. Это которые с 4G. И этот саморазряд, он прекратился. Ну, в Украине 4G нету. Но USIM есть. Ну, сначала я решил попробовать обычный оператор Vodafone. Я купил новую сим-карту. Думал, возможно, она уже в этом формате USIM. Но нет. С новой картой Vodafone саморазряд так же само продолжается. На самом деле в Украине USIM-карты на данный момент выпускают только Укртелеком. То есть, UTEL, ихний оператор, 3MOP. Вот там все в порядке. А с обычными операторами, тот же KFSTAR, Vodafone, у них походу все еще сим-карты. Поэтому, это, конечно же, в первую очередь недоработка производителя. Должны это учесть и в обновлении исправить. Но на данный момент ситуация такова, что если вы не используете USIM-карту, то у вас достаточно активно смартфончик будет разряжаться. За ночь около 20-20%. Ну, и в течение дня, естественно. Да вот, в принципе, и вся информация по смартфону. Давайте подобью итоги и назову в первую очередь минусы. Минусов здесь насобиралось аж 3 штуки. Первый, это тихий звук. Тихий звук основного динамика. Эта проблема решается очень просто через инженерное меню. Поэтому, в принципе, можно даже в недостатки не относить. Второе, это невысокая яркость дисплея. Ну, здесь уже, как бы, ничего не поделаешь. Экранчик, да, могли бы сделать немного поярче. Но это бюджетка. По крайней мере, выглядит он не хуже, чем его конкуренты в виде Home Tom или DOOG. Ну, и третий, конечно же, недостаток. Это самый основной, тот, о котором я только что говорил. Это работа, неправильная работа с обычными сим-картами. Саморазряд за ночь 20-25%. Работа нормальная только с U-SIM. Ну, надеюсь, это допилят. Так, ну, а что же с плюсов? Плюсов здесь, конечно, также немало. В первую очередь, это дизайн. Как видим, дизайн довольно получился симпатичный. Металлическая рама. Хороший корпус. Приятная и необычная задняя крышка. Это плюс. Также, конечно же, плюс, это его цена. Всего лишь 70 долларов. И плюс в том, что можно использовать одновременно и две сим-карты, и расширение памяти, батарейка съемная. В общем, старый, добрый, олдскул. Без сюрпризов. Ну, на этом все. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете задать их, я в комментариях отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте свои лайки. До новых встреч!